Петербург Раньше основным документом гида считалась его аккредитация. Процедура эта была добровольной. Теперь со вступлением в силу нового федерального закона каждый экскурсовод и гид-переводчик обязан будет пройти аттестацию. Тех, у кого стаж меньше трех лет, ждет экзамен в два этапа. Тест из 30 вопросов и практическое задание. Мини-экскурсия для комиссии по заданному маршруту прямо в аудитории. Для опытных гидов все проще. Тест сдавать не нужно, только практика. Но и тех, и других больше всего волнуют вопросы. Их уже опубликовали. Какой размер средней пенсии на начало 2020-х годов? Какой характер носят паузы в экскурсии? Какое количество сточных вод Петербурга очищается канализационными сооружениями? Таких вариантов 1200. Так много только в Петербурге. Каждый город задание составляет самостоятельно. Об истории, культуре, социальных вопросах и методике экскурсии. Перед экзаменом идем на консультацию к Наталье Гаршиной. 30 лет она обучала молодых гидов в Институте культуры. Именно Наталья Николаевна составляла эти вопросы для тестации, от которых теперь зависит судьба экскурсоводов Петербурга. Вместе с ней пытаемся на них ответить. Почему экскурсовод или гид должен знать, какой процент сточных вод у нас очищается? Если ГИД ведет обзорную экскурсию по Петербургу, то почему бы не подчеркнуть, что Петербург, один из немногих городов в мире, почти стопроцентно очищает сточные воды? И что турист в гостинице может спокойно распространять и выпить стакан воды? Приглашаем всех желающих на часовую увлекательную экскурсию. Ольга Слепенкова стала экскурсоводом в Петропавловской крепости в 1984 году. Застала и старую школу, и уже несколько лет пытается не прислушиваться к новой. Буквально. Иногда на территории крепости сторонние гиды говорят такое, что лучше и не слышать. В экскурсии сейчас приходят люди, не имеющие ни исторического, ни искусствоведческого, ни вообще гуманитарного образования. Здесь имеет значение все. Я помню, как еще много лет тому назад нас страшно ругали за то, что мы выходили на маршрут без указки, указывая рукой, что абсолютно неприлично. Может быть, это консервативно, но это, как знаете, форма, которую ты одеваешь, выходя на работу. А экскурсовод – это и историк, и артист, и имиджмейкер города. Это самая высокая архитектурная, не инженерная, архитектурная доминанта города. Один-два раз, раз-раз, кукусики-мамусики, все хорошо. А это другая экскурсия, без бейджа и точного плана. Поздно вечером по проходным дворам. Павел Перец, журналист и музыкант, теперь вводит авторские экскурсии. Я, например, до сих пор не знаю, какое количество рек и канала в Петербурге, потому что это абсолютно неважно для человека, который сюда приехал. Их может быть 30, их может быть 50. Ему это абсолютно все равно. Я иногда вообще говорю, а хотите, пойдем сюда? Все такие, да, хотим. Ну, или там, говорю, вы знаете, а я вот здесь ни разу не был. Давайте заглянем. Все такие, да, давайте заглянем. Априори будешь там врать. Танцуют все. Под Рамштайн на это надо делать. У нас есть много проходных дворов, у нас проходные парадные подъезды. Там били женщину-клутон, крестьянку-молодую. Вот били ее вот здесь, как правило. Да. Прилюдно вот так же собирался толпа с попкорном, потому что развлечений мало, на экскурсии вечером не сходишь. Аккредитации у Павла нет. Теперь он или все-таки выучит количество рекоканалов и размер средней пенсии, чтобы сдать экзамен. Или станет нелегалом. С начала года туризм принес Петербургу 215 миллиардов рублей. В последние несколько сезонов рядом с этой цифрой аналитики пытаются высчитать другую. Сколько денег прошло мимо? Лаборатории изучения китайского туризма говорят о 20-30 миллионах долларов, которые туристы из Поднебесной тратили в Петербурге, но отправляли домой, в Китай. Нанимали своих гидов, ходили по своим закрытым магазинам и ресторанам и деньги переводили тоже по-своему. Китайские гидопереводчики, работая с китайскими туристами, основную цель имели не рассказать благоприятность страны о стране или о городе, а повысить продажи. Соответственно, вся история города и история страны интерпретировалась с точки зрения повышения маркетинговой привлекательности тех сувениров, которые предлагались китайским туристам. Рейтинг русских гидов строился по отзывам, китайских по продажам. С новым федеральным законом работать по той же схеме иностранцы в России больше не смогут. Часть закрытых китайских кафе и сувенирных магазинов переориентировали на всех туристов. Остальные больше не откроются. В этом сувенирном магазине на Петровской набережной обслуживали тоже только своих. Сюда подъезжали огромные автобусы с китайскими туристами в сопровождении китайских же гидов. И отправлялись внутрь, в основном, за янтарем, который здесь продавали с огромной наценкой. Но теперь ни очереди из туристов, ни самого янтаря, ни даже магазина не осталось. Весь следующий год до 1 июля 23-го продлится переходный период. Гиды и экскурсоводы могут работать как раньше. А те, у кого еще действует старая добровольная аккредитация, смогут пользоваться ей вплоть до 24-го года. Вопросы, вынесенные на аттестацию, дорабатывают и ждут предложения от самих гидов и экскурсоводов. Увидим, куда двигаться дальше, как можно развивать создательство, чтобы, с одной стороны, сохранить высокий уровень любых оказываемых услуг в Санкт-Петербурге. Это наша визитная карточка, наша репутация. А с другой стороны, не перегрузить экскурсоводов. И здесь особенно важно мнение экспертного сообщества. Лев Лурье, тот, о ком говорят, один из главных краеведов Санкт-Петербурга. На самом деле, экзаменует рынок. То есть, условно говоря, у нас очень большой выбор экскурсоводов. Люди платят свои трудовые деньги тем, кто им интересно и вкусно рассказывает. А невездам или людям косноязычным и так не платят. Мы же не проверяем каждого продавца на рынке на предмет знаний маркетинга. Это бессмысленно. Его проверяет потребитель. Петербург – туристическая столица России. Это и их заслуга тоже. От экскурсоводов и гидов, от их статуса, квалификации и условий работы зависит то, каким наш город увидят туристы. Арина Гайничева. Пульс города. Подписывайтесь на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...